Всем привет! С вами Наташа. Надеюсь, вы меня не забыли. Ну, праздники прошли. Я во время праздников показывала вам свою готовку, а после праздников доедали, и я что-то подготавливала. Если честно, я не знаю почему, но у меня состояние здоровья такое, знаете, всё на сон клонит. Я уже и у врача поехала, все анализы опоздала, сказала мне, пожалуйста, обследование. Вот, потому что, говорю, я просто себя плохо чувствую, я всё время спать хочу. Я не знаю, она говорит, может, витамина Д не хватает. Короче, я пошла к эндокринологу, мне дали анализы щитовидки гормон проверить. У гинеколога все анализы по-женски, УЗИ сделала. По-женски, конечно, у меня там ничего хорошего не нашли, но сказали пока наблюдать. Не буду говорить диагнозы, чтобы вас не расстраивать. Вот, и там будем пока наблюдать, а сейчас проверяю щитовидку. Ещё она мне написала инсулинорезистентность и витамину Д. Это только платно делается. Слушайте, зашла 169 рублей. Ну, как-то я не рискнула такие деньги отдавать, хотя Антон на меня накричал, мама, это здоровье. Ну, думаю, в четверг мне должны прийти результаты анализов, биохимия, кровь на сахар, моча и щитовидки гормон. А там уже посмотрим. Если там всё нормально, значит, может... Ну, хотя я думаю, что инсулинорезистентность к моему состоянию сонному навряд ли. Это только к полноте, что поправляюсь. А потому, что я такая сонная хожу, я не знаю почему. Вот, так что снимать у меня настроение как такового нет. Я не знаю, или это на меня какое-то, не знаю, меланхолия напала, или депрессия какая-то осенне-зимняя, не знаю. Но вот такое состояние. Так что по состоянию здоровья, по желанию, выхожу и снимаю для вас. Сегодня у меня готовка. Вот, Дашенька у меня в художку ездит. Подготовка у неё идёт к институту. Вот, Машенька сейчас дома. Антон тоже с работы приехал. Видите, уже вечер. Игорь ещё на работе. Он Дашу ждёт возле художки. Её встречает на машине, забирает. Ну, а я сегодня решила приготовить, покушать. И заодно, думаю, засниму для вас. Для тех, кто по мне скучает. И для тех, кто любит эту рубрику. На Старый Новый Год я готовила голубцы. Голубцы я готовлю в томатном соке, в томатном соусе заливаю. Поэтому там бульон остаётся, вот если остаётся, если голубцы всё не впитают. Очень вкусный, такой томатный. Я не могу его вылить. Поэтому я... Голубцы уже все доели. И я решила сделать борщик. Свела вот эту водичку, которая от голубцов у меня осталась. Добавила. Игорь купил копчёных ребрышек. Вот таких. Не ребрышек, а позвоночник. Сейчас покажу. Вот такой вот. Он мясистый. Я его на три части разделила. В этот бульон, получается, после голубцов добавила. Добавила картошки. И у меня замороженная капустка. Когда голубцы разбираю, серединка остаётся. Я её шинкую и замораживаю. Вот. И добавила сюда. Всё проварилось. Попробовала на сахар, соль. Вот. И добавила сюда чесночок, укропчик. Соль, перец, приправки. И всё. Такой борщик у меня замечательный получился. Уже я кушала. Антошка приехал с работы. Я ему со сметанкой дал. Это на первой у меня. На второй у меня котлетки куриные. Даша меня очень любит. Куриные котлеты папороть-кветка. Это с куриного фаша. В середину натертый сыр с маслом сливочным, с чесноком. Шарики такие скатываю. И вот в этот фаш приправленный формирую такую лепешечку туда. В середину этот сыр. Формирую котлетку. Потом в яйце обмакиваю. И в этих, в квадратиках батона, кубиками нарезанных, один на один сантиметр. Вот, прилепляю к этому, получается, яйцо. Вот эти кубики. Получается интересная такая котлетка. Жарится на сливочном масле со всех сторон. Вот. На среднем огне, чтобы батон не горел. Но можно еще или в микроволновке, или в духовке довести, если переживаете, что в середине будет сырое. Но я делаю так, шарик такой большеватый, фарша по краям не так много. Ну, и Маша у меня такие не любит. Маша любит просто в этом, в яйце или в муке обжаренные. Тоже эти котлеты куриные. Вот я сегодня одну курочку, получается, перекрутила. Но думаю, чтобы они более сочные были. Чуть-чуть сала добавила, у меня щековина была домашняя. И вот получилось вот столько котлет. Антон уже одну съел. И еще вот столько у меня осталось на заморозку. Вот. В середине, получается, сыр с чесноком. Но, Игорь, у меня сливочное масло забыл купить. Поэтому я добавила, у меня 25% сметана жирная была, чуть-чуть майонеза, чтобы оно все скепилось. Но, думаю, тоже неплохо получилось. И в муке, в яйце и обжарила. Все они вот такие, видите, там сочные, сок внизу. Вот. Хорошие котлетки получились. Котлетки у меня будут с гречкой. Пока я готовила котлетки, я поставила гречку в мультиварке, скороварке. И за 9 минут у меня она готова. Видите, такая рассыпчатая. Если у меня ее не съедят, будет молочная. Я очень с гречкой молочной люблю. Ну, Антошка пришел, гречку кушал. Думаю, девчонки будут и Игорь есть. Так что, котлетам гречкам. Так, пошла в подвал и принесла компотик. У меня здесь ассорти, черешня с клубникой домашней. Также здесь у меня лечу анкл бэнс с кабачков, с томатами, с перцем. Вкусная очень. Так, и вспомнила, что у меня же еще есть огурцы по-корейски. Вот так, с морковочкой они нашинкованы. Вот так. Тоже неплохо идут. Неплохие. Но я их заставила этим салатом с капустой, щавель у меня закатанный. И как-то в тот угол глаз не падал. А потом, сегодня, думаю, у меня же есть вот это как бы салатик корейский. Поэтому достала. Антошка кушал с огурчиками вот этими корейскими. Так, и на десерт у меня шарлоточка. Оставалось 3 яблока. Я его серединку вычистила, соломкой порезала. Здесь у меня из 10 яиц вот этот пирог получился. Делаю мой простой бисквит. Отдельно белки, отдельно желтки. Сбиваю с сахаром. Потом соединяю. И на каждое яйцо столовая ложка с хорошей горкой муки. Все аккуратно вымешиваю. Добавила туда соломкой вот эти яблоки. И выпекла. Когда выпекла, чуть-чуть остыла. Разрезала на прямоугольнички. Так как сливочного масла нету, мне не получилось делать глазурь. Но я сняла сливки с молока. Добавила туда эту сметану 25% пару ложечек. Сахар, какао. И у меня получился по типу горячего шоколада. Очень вкусно. Поэтому я вот так вот провела, пропитала. И посыпала сверху кокосовой стружкой. Так что у меня на десерт очень даже вкусно. Антошка уже кусочек тоже скушал. У меня у Антона диабет первого типа. Поэтому, кто знает, что у него диабет, часто спрашивают, почему он ест сладкое. С диабетом первого типа он колет инсулин и подсчитывает хлебные единицы. Это углеводы. И на них колет. Вот сколько он хочет скушать. Он приблизительно считает. Уколол инсулин и покушал. У него ультракороткий. Поэтому он действует быстро, без пиков. И он кушает все, что хочет. Так что вот так. Такое у меня меню. Сейчас котлетки вот эти положу в морозильный ларь. И все. На сегодня я все приготовила. И буду отдыхать. А вам всего хорошего. Здоровья самое главное. Спасибо, что заходите. Не забывайте. Я выхожу, но не так часто. Сейчас у нас зима. Ничего такого снимать нечего. Поэтому простите меня. Уже потом весной будут у нас и пчелы. Будут и рассада, дай бог, дожить. Вот огород. И готовка, конечно же. Там у нас уже с Дашей будет поступление. Хочу и на выпускной платье пошить. Пока ткань выбираю фасон. Так что у нас в этом году выпускница. Будете вместе с нами уже. Сколько я каналу? С 12 года. Уже 12 лет. Так что вместе с вами она выросла. Я думаю, будет интересно посмотреть. Но пока ничего про Дашу не говорю. Пока Игорь говорит не сглазь. Ничего не говори. Поэтому ничего не говорю. Уже когда закончит. Вот. Я поснимаю выпускной. И дай бог поступит. И уже вам тоже покажу. Свою ученицу красавицу. Все. На этом всем пока. Пока. Продолжение следует...